Мы находимся на стадионе «Арена Крым» в Евпатории, где проходит первая игра сезона 2021 года. Команда Севастопольского государственного университета впервые участвует в высшем дивизионе и сейчас ведет ожесточенную борьбу с Крымским федеральным университетом. Пожелаем удачи! К этому матчу команды Севгу и КФУ подошли в разных весовых категориях. Для КФУ нынешний старт уже шестой среди сильнейших студенческих команд страны. Да и чемпионский статус говорит о многом. Севгу является абсолютным дебютантом высшего дивизиона и команде Сергея Шиманского только предстоит обрасти мускулатурой. Первый тайм, как и матч в целом, хоть и проходил с территориальным преимуществом номинальных хозяев поля, но не изобиловало опасными моментами. Команда Севгу грамотно выстроила защитные порядки, не отсиживаясь при этом в обороне. Перед самым перерывом, вопреки течению матча, КФУ все-таки удалось не только размочить счет, но и удвоить свое преимущество. Закончился первый тайм игры. КФУ ведется счетом 2-0. Александр Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, игру. Ну, мы очень активно начали, взяли мяч под контроль, то есть довольно неплохо прессинговали, первые минут 30. Не забили свое, то есть было несколько хороших моментов, ну, к сожалению, не забили. Буквально, наверное, на 5 минут снизился темп игры, то есть упустили какой-то момент и тут же в течение двух минут получили два гола. После перерыва команды стали чаще ошибаться, но сказались явно лучшая функциональная подготовка и опыт игроков КФУ. На 46-й минуте им удалось довести счет до разгромного. По мнению специалистов, Севгу мог дважды открыть счет своим голам в высшем дивизионе. Главный тренер команды КФУ Сергей Величко считает, что матч был эмоциональный и яркий. К Севгу мы серьезно готовились. Все-таки прошлый сезон команда прошла без поражений, говорит КФУ. Идет второй тайм и очень хочется послушать болельщиков. Как ваши впечатления? Здравствуйте, болеем уже с самого начала матча. Я считаю, что наши мальчики очень сильно старались и падали, и получали травмы, но все равно вставали, они вообще боролись, они у нас молодцы. Мы за них болеем и неважно, победим мы или проиграем, мы все равно вместе с нашей командой будем болеть за них в следующих матчах. Сергей Шиманский, главный тренер Севгу, считает, что в этой игре на первый план вышло и именно индивидуальное мастерство, а оно у соперников в любом случае выше. Вообще не грамота, никаких слов, только слова благодарности. Единственное, то, что мы говорили перед игрой, сработает индивидуальное мастерство команды соперников. Они используют те моменты, которые у них были. А наши, индивидуально, где ошибки произвели к пропущенным голам. То, что мы создавали, мы пытались играть футбол комбинационный, вскрывать зоны, вот эти полузоны. Да и, я говорю, ребята, только полузоны. Первым матчем крымский футбол открыл новую страницу в своей истории, перенеся противостояние севастопольских и крымских команд на совершенно новый всероссийский уровень. Седьмой сезон Национальной студенческой футбольной лиги по праву считают самым массовым и масштабным. В соревнованиях высшего дивизиона примут участие 39 команд из 27 городов России. Победитель группы А будет объявлен чемпионом НСФЛ и получит возможность представлять Россию на европейских соревнованиях. Редактор субтитров А.Семкин